Израиль напал на журналистов В Израиле это не считают чудесным спасением В армии обороны утверждают, что операция была тщательно подготовлена и проработана Это здание в своих целях использовали Хамас и исламский джихад Во-первых, там располагался офис военной разведки Хамас Во-вторых, там разрабатывали высокоточное оружие, которое планировали использовать против Израиля И в-третьих, на крыше здания располагались спецсредства для создания помех израильским ВВС У нас есть множество поводов для сомнения в правильности действий Израиля В их решении разрушить это здание Оправдываться за эту атаку пришлось не только военным Израилем, но и официальным лицам за океаном Вы сказали, что запросили дополнительную информацию Вы ее получили? Вы ее видели? Вы сочли ее убедительной? Я еще не получил соответствующей информации Если будет понятно, что это проверенные данные, которыми можно делиться, я непременно вам сообщу Как сообщил израильский новостной портал Ynet, в том самом здании в Газе базировались не только журналисты, но и сотрудники разведки Хамаса Якобы на крыше были установлены антенны для того, чтобы создавать помехи израильской навигации Скептикам на это возразить было нечего и возмущенная риторика по поводу атаки на медиа-центр сошла на нет Вместо этого в соцсетях появились посты о якобы многочисленных жертвах среди мирного населения от рук Израиля Вот один из подобных твитов Маленькая Малек умерла от израильских бомб Хэштег «Газа под огнем» На самом деле девочку зовут Софи, и она из Москвы У инстаграм-аккаунта ее мамы десятки тысяч подписчиков Другой снимок был сделан уже в Газе, но семь лет назад С тех пор образ этой девочки был не раз замечен в контексте трагических событий в Афганистане и Сирии Адвокат Даниэль Померанс – репатриант из США Для борьбы с подобными фейками, которые охотно подхватывает американская пресса, он создал собственный НКО Его глобальная цель – изменить антиизраильский тон англоязычной прессы Сопротивляясь обвинениям, мы называем себя жертвами и говорим, что мы постоянно сидим в бомбоубежищах Этого мало, нам нужно выйти на другой уровень диалога Сейчас в мире господствует так называемый нарратив чуткости Согласно ему, все, что происходит – это результат взаимоотношений жертвы и агрессора Все агрессоры белые и израильтяне белые Не важно, марокканский ты еврей или эфиоп Ты агрессор, поэтому нельзя просто взять и назвать себя жертвой Даниэль пытается добиться от западных журналистов понимания Нынешняя эскалация – это не конфликт между Израилем и палестинской автономией Это противостояние партии мира и партии войны Когда ты обращаешься в редакцию, скажем, Нью-Йорк Таймс, что тебе отвечают? Иногда они исправляют статью, а иногда оставляют прежний громкий заголовок, но корректируют содержание Корректируют содержание и социальные сети Телеграм заблокировал официальный канал боевого крыла «Хамас» Формально – за нарушение правил пользования сервиса Через ресурс террористы анонсировали акции возмездия и отчитывались о военных успехах Телевидение сделало диктатуру невозможной, а демократию невыносимой Это слова бывшего президента Израиля Шимона Переса Еще более невыносимой демократию сделали социальные сети Действительно, что происходит, когда демократия вступает в войну? Этот вопрос задают сейчас в Израиле многие Действительно, в этой войне «Хамас» использует социальные сети и анонимные телеграм-каналы Израиль же, со своей стороны, использует в пропагандистских целях классические медиа Вот, например, как здесь Вполне советский лозунг – на перегонки со временем Первый промах в информационной войне израильская армия совершила на старте операции «Страж стен» Пространное сообщение о наземном вторжении в газу повлекло череду событий И финальной стадии которой стала бомбардировка системы подземных туннелей в Анклаве Позже выяснилось, что план не оправдал ожиданий Количество жертв среди террористов оказалось небольшим Но обвинения в том, что ЦААЛь дезинформировал авторитетные западные здания, уже прозвучали В ответ армейская пресс-служба заявила, что не использует психологическую войну или обман в боевых целях Израильская пресса, в свою очередь, гордо наблюдала за происходящим со стороны Пресс-секретарь армии сообщает только то, что он хочет, чтобы средства массовой информации сообщили Так поняли? Так поняли Ничего, пришло на утро опровержение, а ребята зашли в эти вот тоннели, где им предстояло погибнуть, и слава богу Имидж израильской армии в мире ревностно охраняется За 37 лет службы генерал-майор запаса Ейр Голан прошел много войн Израиля, солдатам и офицерам Сейчас он один из самых ярких политиков в стране, горячий критик действующей власти, он сохраняет верность армии Цель операции – оправдывает средства Главное – не трогать гражданских и не давать повода усомниться в работе пресс-службы Каждый, кто освещает боевые действия, хорошо знает, что запрещено вводить журналистов в заблуждение Если это было сделано по случайности, кто-то не обратил внимания или не придал значения, такого рода ошибки на войне случаются Но если же это было сделано намеренно, то тот, кто стоит за этим, принял неверное решение Надежность пресс-службы армии обороны Израиля – это ее главная ценность Каждый журналист в мире должен знать, слово пресс-секретаря армии достоверно на 100% Это доверие потерять нельзя Веру в свои публичные заявления стремятся поддержать обе противоборствующие стороны За полторы недели эскалации Хамас внушил израильтянам Даже если угроза ракетного обстрела звучит анонимно и через мессенджер, ее стоит опасаться В свою очередь Израилю удается поддерживать репутацию решительного и интеллигентного бойца с террором Как результат, накануне в знак солидарности в Иерусалим прибыли главы внешнеполитических ведомств Германии, Чехии и Словакии Денис Гольдман, Александр Шабатаев, Владимир Плотки, Ближневосточное бюро RTVI Специально для новых итогов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова